Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня делаем очередную серию нашего мегапопулярного сериала, что происходит в ее жизни прямо сейчас. Будет серия 481. И посмотрим, что же там меняется в жизни вашего мужчины. Все как всегда. Всю, так сказать, подноготную откроем. Благодарю вас, мои дорогие, традиционно за донаты. Всем огромное спасибо, кто таким образом поддерживает мою работу. Благодарю вас за комментарии, за лайки, за подписки, за любые способы поддержки моей работы. Очень нежно и искренне люблю каждого из вас. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Ух ты! Здесь этот мужчина находится в зависимости от, ну давайте так скажем, чего-то или от кого-то. Может быть, в очень глубоко серьезной любовной зависимости. Или же, возможно, ваш мужчина подвержен, в принципе, какой-то зависимости, к сожалению, к большому. В зависимости может быть, естественно, миллион всевозможных вариантов. Ну вот, что есть, то есть. Но больше, конечно, здесь идет речь о том, что он привязан к некой женщине. Такими цепями, такими оковами, которые разорвать весьма и весьма сложно. И сейчас эти страсти либо начинают разгораться с новой силой, либо он на наиболее яркое. Сейчас их чувствует влияние этих энергий на него. Но привязка огромная, зависимость от, вот он, вот она. Но дело в том, что здесь это взаимно. Возможно, именно о вас и идет речь. Если мужчина у вас с некой зависимостью, то, к сожалению, какая-то зависимость сейчас может расцвести. Какими энергиями окружен этот мужчина, что нам сейчас покажут? Обычная жизнь, скорее всего, никаких ярких перемен и чего-то такого происходящего прямо из-за ряда вон выходящего здесь нет. Возможно, для кого-то из ваших мужчин как день сурка идет на работу с работой, ничего такого не происходит. Но что-то новое все-таки здесь у этого мужчины наклевывается, так сказать. В ближайшее время ему, вероятнее всего, придется или обучиться чему-то новому, или же вложиться в какие-то новые знания. В принципе, что-то вот или касаемо работы, или вообще на что-то новое ему придется потратить, скорее всего, это знание, свое время и, возможно, даже деньги. Что уходит из его жизни и что, наоборот, вступает в свои права. У него были проблемы с деньгами конкретные причем. Но здесь эта проблема налаживается. И здесь мог ему или помочь какой-то мужчина, или он сам смог из этой ситуации сложной по материалке выбраться. Возможно, получил вознаграждение, премию или же зарплату, или кто-то долг отдал, или, может, кредит взял и таким образом считает, что он некие свои проблемы этого характера закрыл. Но вот что-то такое здесь было по материалке, сейчас ситуация налаживается. А что происходит в его жизни прямо сейчас? Какую-то проблему решает мужчина, и ему это удастся. Причем резко, как будто он некий груз с плеч скинет, сбросит. Какая-то проблема очень серьезная, которая его волновала. Возможно, издавна длится эта ситуация, в которой он чувствует себя как обремененным. Вот эта ситуация может закончиться в ближайшее время, что происходит в его жизни прямо сейчас. Или сейчас он сбрасывает этот груз с себя, я вижу, в ближайшее время это произойдет. Для кого-то, может быть, если мужчина разводится, значит для него предыдущие отношения были грузом, он наконец-то скинет с плеч этот груз. Может быть, была нелюбимая работа, или тот же кредит кто-то из вас мог взять, а кто-то наоборот закрыл кредит. И, соответственно, избавился от бремени. Но, в общем, здесь вот так. Что-то прям конкретно, какая-то проблема его решается. Это происходит прямо сейчас. Что его волнует? И это важно для него, и вам нужно знать. Ну, у него постоянно прям какие-то здесь рабочие моменты и денежные. Деньги, работа, что-то связанное с работой. Вроде как ничего такого прям яркого и не происходит. Однако определенные процессы в его материальной и, так сказать, рабочей карьерной сфере происходят. И именно это его сейчас и волнует. Материалка чистой воды, как говорится, без примесей. Это больше всего его волнует. Кроме того, что мы на дне колоды увидели его зависимость от чего-то или кого-то, здесь еще и проблемы, вопросы, вернее даже, материального характера. Что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Есть что-то, что сковывает его. Он не может или принять важное решение, или как-то активно в вашу сторону действовать. Или еще что-то, какие-то ограничивающие его обстоятельства. Или он в них находится сейчас, или же, возможно, это предстоит ему в ближайшее время. Он об этом уже знает, и вроде как надо было бы вам сказать, но он об этом молчит, не может вам этого сказать. Есть какие-то очень серьезно ограничивающие его обстоятельства. Карты Таро всегда говорят с нами иносказательно. Естественно, вы, возможно, не совсем поймете, о чем идет речь. Но потом, когда узнаете, вы поймете, для чего вышла именно эта карта. А что он скрывает конкретно прямо от вас, вот конкретно, и не хочет ничего вам говорить. Или кто-то ему оказывает материальную помощь, или он кому-то дает взаймы. Он об этом вам не скажет. То есть здесь вот все сейчас крутится вокруг денег. Деньги, деньги. Он куда-то деньги отдает, ему откуда-то деньги приходят. Вот этот водоворот какой-то такой денежный, круговорот вернее. И он не хочет этим с кем-то делиться, в том числе и с вами, этими вопросами, этими проблемами. Этот мужчина вообще сейчас думает о вас? Есть ли какие-то мысли о вас? Ух ты, выходит как раз карта мыслей. Семерка кубков, семь кубков, посмотрите-ка. И они наполнены абсолютно разными дарами. То есть мыслей мало того, что много, его мысли, его скакуны. Здесь еще эти мысли бегут одна впереди другой, опережая друг друга. И меняется очень-очень активный, такой массивный поток мыслей, но они очень разные. То есть сейчас он может думать что-то о вас одно, через пять минут совершенно меняется направление мыслей. Очень много. Он может мечтать о вас, представлять вас по-разному. Кстати, если у вас с ним интернет-отношения на расстоянии, вы в реальной жизни не общаетесь, то он очень много может иллюзий по поводу вас иметь. Ну и, конечно, еще вы сниться ему можете. Поэтому Аркану очень часто бывает так. Эмоции. Какие эмоции сейчас этот человек испытывает? Ну что-то расстроен, что-то он как-то что-то его расстраивает, что-то опечаливает. Может быть, он думает, что вы не так любите его, как хотелось бы. Но эмоциональное такое вот как расстройство немножко у него есть. Не знаю, фрустрация некая. Что-то здесь такое есть. Почему-то эмоционально так себя он чувствует в отношении вас сейчас себя. И больше у него идет такая вот энергия здесь, как будто он думает, может, вы его не так любите или разлюбили, или что-то как-то вам в нем не нравится. Это его расстраивает, это его сейчас печалит. Вызывает в нем очень такие сложные эмоции. Говорит ли этот мужчина с кем-то о вас? Если да, то что и с кем может говорить? Причем по шпинтакле это может быть и мужчина, и женщина. Не могу точно сказать. Больше как идет мужская энергетика, но не обязательно. И как будто или друг, или может быть человек, который немножко помоложе его. Может быть с детьми, с вашими, если у вас есть общие дети. С кем-то говорит. Слова хорошие, ничего плохого не говорит о вас. Но кто-то есть в его жизни, с кем он делится чем-то о вас. Или же просто что-то обсуждает, разговаривает. Следит ли, наблюдает ли за вами? Интересует ли его ваша жизнь? Может быть где-то там в инете за вами следит? Его очень живо интересует ваша жизнь. И не просто так, а потому что мужчина имеет к вам эмоции. Это искренний очень интерес, эмоционально ярко окрашенный. Но здесь мужчину очень сильно волнует. В первую очередь, нет ли у вас ухажера? Нет ли у вас другого мужчины, любовника? Ну или просто ухажера человека, который вами интересуется, и вы интересуетесь этим человеком? Вот здесь больше такие ваши любовные, любовная энергетика идёт. Вот это его очень даже живо интересует. Так, всё понятно. В эти дни, вчера, сегодня, завтра, когда проснулся, была мысль о вас? Вспомнила о вас? Да, да, королева кубков. Была мысль о вас? Проснулся и подумала, она моя любимая. Она всё-таки лучше всех. Она самая женственная, она самая красивая. Очень многие из вас, мужчины, так и подумали, я люблю её. А когда вечером засыпал, были ли мысли о вас? Но тут, на самом-то деле, идёт очень серьёзная история о том, что вы имеете большое значение, большую роль играете в жизни этого мужчины. Он прекрасно это осознаёт. Кто-то из ваших мужчин, если это ваш муж, допустим, и у вас с ним разлад некий случился, то значит, он тут может думать о том, чтобы с вами восстанавливать отношения и сохранить семью. Если вы не являетесь его женой, он мог думать о том, что вполне возможно могли бы стать его женой. То есть здесь мысли такие, да, думал. Но если у вас есть общие дети, к примеру, или живые, женатые, что-то там у вас какие-то есть вопросы, связанные с родителями, он мог думать ещё об этом. Вот так. А как у него обстановка, вообще атмосфера в его доме, если он живёт с вами не в одном доме, или же вы в одном доме, в разных комнатах, как на разных планетах, такое тоже бывает. Десятка кубков. Но вы знаете, он очень неплохо себя дома чувствует. У кого-то из ваших мужчин даже могла быть гуляночка, пьяночка, десять кубков аж. Встреча с приятными людьми, может быть, в кругу родственников своих. Может, у кого-то день рождения, или свадьба, или какой-то повод был. Тоже Рождество отметили вместе. И это могло быть или у него дома, или же в доме. Нам показали дальше, даже больше, может быть, и не его дом, а где-то вот как дом его очи, родители, или братья и сёстры. Или же у кого-то, где он чувствует себя родным. Тут что-то вот такое. Почему-то нам указали на то, что он провёл время с кем-то совсем недавно, или вот сейчас, или в ближайшее время ему это предстоит. Какой-то очень тёплой, приятной компанией, очень близких людей. Хорошую энергетику показали. Будь то у него в доме, или он у кого-то, где чувствует себя как дома. Вот так. Так, ну хорошо. Давайте теперь переходить к вопросам для тех, у кого сейчас расставание. И вы не понимаете вообще, этот мужчина что-то хочет дальше или нет. Или, может быть, ему уже ничего и не надо. Хочет ли мириться с вами, если да, то будем дальше смотреть. Конечно, мужчина очень гордый, и он знает, что вы гордые. Вы ему подстать, вы ни в чём ему не уступаете. Но примирение с вами он хотел бы. Что есть, то есть. Можно ли действия ожидать? Я даже спрашиваю, не планируют ли. А можно ли действия? Однозначно, да. Но здесь, во-первых, невозможно сказать по срокам, да, когда. Потому что в любой момент ему может что-то вот в голову прилететь мысль о том, чтобы появиться. И он может объявиться сам. Но здесь 50 на 50. Для кого-то из вас мужчина объявится быстро, для кого-то позже. Но здесь практически стопроцентная гарантия того, что мужчина действовать будет. Колесо фортуны закрутилось. Если он уже объявился вчера, сегодня, завтра, что это за энергия? Искреннее? Или может... Не могу сказать, что искреннее. Какая-то хитрость, манипуляция здесь есть. Он чего-то, какую-то выгоду имеет. Но эта выгода может быть очень разной. Кто-то может материальную, кто-то может быть... Для него выгодно с вами помириться и объявиться о вашей жизни, потому что он, допустим, скучает по вам, да, ему нужны ваши эмоции. Но хитрость здесь, какая-то хитринка, для кого-то выгода здесь есть. Не совсем искренней энергии, девочки, к сожалению, в этот раз. И где-то в чём-то он что-то врёт. Что-то где-то он недоговаривает или неискренне что-то говорит. Неприятно, конечно, это слышать. Но для многих из вас именно так и есть. Причём здесь не то, чтобы прям какой-то подвох такой деструктивно-ужасный, нехороший, подлый. А может быть в чём-то где-то... Даже само его появление, возможно, сопровождается какими-то такими хитростью его. Он, может, как-то хитро появился. Ну, в общем, что-то здесь такое есть. Он ждёт вашего первого шага? Ну, нет, особо нет. Нет, если вы сейчас с ним в расставании, он думает, что вряд ли вы сделаете первый шаг к нему. И вряд ли вы сделаете этот шаг, потому что разочарование, потому что эмоциональная пустота, потому что наверняка что-то такое произошло, что вряд ли вы первое сделаете первый шаг. Теперь давайте спросим, если вы расстались с ним, и когда расставались, соперницы не было? Если была соперница, то понятно, что она и остаётся. Но если не было другой женщины, и вот вы с ним расстались, и вас интересует, появился ли у него кто-то, если уже кто-то сейчас у него. Я не вижу, чтобы кто-то был, но мужчина находится в активном поиске. Да, этот мужчина пытается познакомиться, пытается, возможно, отвлечься даже. Если не познакомиться прям напрямую, да, то какие-то пути отвлечься от ситуации с вами этот мужчина ищет. Пока определённую женщину не показали, но поиск здесь есть. Я открытый мужчина для общения. Вот так. Если вы надумаете сейчас уйти, его реакция вероятная? Ну, он не то чтобы даже не поверит, он может и проявить к вам чувства, может и сказать, я тебя люблю, не уходи. Или же как-то на ваших эмоциях сыграть. Очень умело, а для того, чтобы вы не ускользнули от него, не ушли. Он не захочет вас отпускать. Здесь он эмоции может впустить, впустить в ход для того, чтобы вы не ушли. Имейте это в виду, вплоть до признания в любви. Может быть, кто-то там, кто вам 10 лет с вами встречается, не предлагает руку и сердце, кто-то и это может даже сделать. То есть здесь ваш уход, его может сподвигнуть на какие-то очень интересные, эмоционально окрашенные такие энергии поступки. Вот в этот раз нам показали так. Как он считает, вы сейчас к нему относитесь, ваше отношение к нему? Он считает, что не очень-то. Можете ревновать, можете быть недовольной, можете что-то ему высказывать. Такая весьма и весьма конфликтная энергия. С вашей стороны в его сторону транслируется. И вы его считаете таким незрелым, каким-то, возможно, конфликтным, резким. Сейчас у него такое впечатление, что вы думаете о нем именно так. Он, учитывая то, что он сам за вами, может весьма и весьма послеживать. Но он думает, что и вы делаете то же самое. Где-то за ним шпионите, наблюдаете. Да, ему, наверное, такая мысль приносит удовольствие. Что вообще? Он собирается как-то с вами продолжать отношения и в каком формате? Если да, то в каком формате? Вы императрица его сердца, вот что я вам скажу. Вообще-то собирается, да. Императрица очень серьёзная карта. То есть здесь мужчина видит ваше положение в своей жизни не просто важное, как главная женщина, можно так. Многие из ваших мужчин видят вас своей женой. Ну, не знаю, даже если вы с ним в расставании, ничего там между вами не происходит, да. В сердце его вы всё равно императрица. Так и скажу, императрица его сердца. Наверняка лучше женщины, чем вы, вряд ли он встречал. И вообще даже не верит в то, что можно встретить женщину круче, лучше, женственнее, великолепнее, чем вы. Собирается в формате, многие из ваших мужчин собираются продолжать отношения с вами в формате том, что вы его императрица. А это очень серьёзный аркан. И жена, и хозяйка его империи, и мать его детей и так далее. То есть отношения, по крайней мере, к вам такое. Вот. Дай бог, чтобы это отыгралось в дальнейшем. И он не просто собирался так ваши отношения продолжать, а так и сделал. Но отношения к вам вот такое. Так, ну, по-моему, всё спросила. Если что-то упустила, пожалуйста, не обессудьте. Значит, спросим в следующий раз. Остался вопрос ещё. Как вам лучше себя вести с этим мужчиной? Ну, знаете как, вот рыцарь мечей, конечно, может говорить о том, что обратите внимание, в принципе, на других мужчин. Где-то пофлиртуйте, познакомьтесь. Впустите мужскую энергетику других мужчин в свою жизнь. Если категорически никак и не можете об этом даже говорить и думать, то для всех в любом случае здесь идёт так, что отстаивайте свои права. Не бойтесь заявлять о том, чего вы действительно хотите. То есть если вас что-то не устраивает, и даже где-то что-то ему высказать, где-то показать своё недовольство. В этом нет ничего плохого, предосудительного. Это абсолютно нормально высказываться. И если есть раздражение, если есть недовольство чем-то, то дать ему об этом понять. Знать, вернее. Дать ему это понять. Вот. Вот так. Так что отстаивайте свою позицию. Почему нет? Уважайте себя и ставьте свои интересы выше любых других в вашей жизни. Личные ваши интересы. Защищайте свою позицию. Вот так. Если предстоит какая-то дата, с которой он должен вас поздравить, но вы находитесь в расставании. Собирается ли поздравить вас? Есть ли вероятность, что поздравит? На самом деле и собирается, и очень высокая вероятность того, что поздравит. Может быть, это будет смс-очка или звонок. Для кого-то из вас может мужчина и сам явиться. Но для очень многих из сегодняшних девочек и мальчиков, кто смотрит расклад, здесь большая вероятность того, что мужчина может вас поздравить. Допустим, день рождения или ещё какая-то дата впереди предстоит. А если вы с ним в расставании сейчас и дата, с которой вам нужно поздравить его, стоит ли вам это делать сейчас? Ну, а вообще, конечно, четвёрка мечей нет. Лучше сдержаться, лучше повременить. Возможно, повременить до того момента, когда улягутся некие сложные энергии между вами. Когда пройдёт какой-то период тишины или подождать, в принципе, до другой какой-то даты. Это не нет здесь такого категоричного ответа. Нет, ни за что, никогда больше этого человека ни с чем не поздравляйте. Просто подождите, не спешите. Даже если стоит это сделать, то, вероятнее всего, не сейчас. Не прямо сейчас. И теперь остался у нас блог информации для тех, у кого, к большому сожалению, но есть соперница. Если соперницы нет, то, пожалуйста, выключайте расклад, идите занимайтесь своими делами. Это заключительный вопрос расклада. Что у него с соперницей? А тут знаете, что она ему заявила? Она ему сказала, слушай, мне так надоело, что ты такой эгоист, что ты заботишься только о себе, думаешь только о себе. Меня просто это, грубо говоря, достало. Знаешь, что ты не единственный и неповторимый в этом мире? И если что, то я или могу, ну это я вам грубо говорю, но смысл вот такой. Если что, то ты не единственный и неповторимый. Есть другие мужики на белом свете, я в любой момент могу завести любовника и просто от тебя, грубо говоря, слинять. Я сейчас говорю в грубой форме, да, и очень так утрировано, но смысл вот такой. То есть женщина здесь ему высказала сейчас, причем весьма и весьма, так сказать, в неоднозначной форме, что ей надоел его эгоизм, что ей просто надоело, что он ведет себя вот таким эгоистичным образом, не учитывая ее интересы. Вполне возможно, не решая проблему треугольника, если она знает, что она находится в треугольнике, да и вообще такое спесивое и очень эгоистичное поведение мужчины ее, грубо говоря, достало. Именно об этом она сказала этому мужчине в такой не ультимативной форме, но тем не менее, вот что сказала, то сказала. Сказала, ты не единственный, или же это произойдет в ближайшее время. Вот такой разговор может у них быть. Ты не единственный и неповторимый. Если что, то знай, что как бы выбор вообще есть. И если что, я могу такой выбор сделать. О, да, его реакция. Ну, конечно, негативная его реакция. То есть такая ситуация между ними либо уже сейчас произошла, либо это может произойти в любое время. У мужчины будет очень жесткая, очень негативная реакция на эти слова. Ничего страшного, пусть принимает правду, какая есть. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Я буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за тёплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на дополнительные мои ресурсы, кроме Ютьюба. Ссылочки на все мои платформы находятся под каждым видео на Ютьюб-канале. Всех целую, нежно люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и защиты покровительства ваших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова